Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! И все-таки бабье лето пришло на Алтай, правда, будет оно очень коротким. Синоптики пообещали, что в Алтайский край придет короткая бабье лето. В ближайшие дни регион ждет теплая погода. В воскресенье воздух прогреется до 20 градусов. Что касается осадков, синоптики прогнозируют дожди на выходных, но, правда, небольшой интенсивности. Во вторник температура вновь резко пойдет на снижение и местами опустится днем до 12 градусов. Так что наслаждайтесь остатками тепла по полной. Между тем, агрария региона просят ввести в край режим ЧАЭС. И власти скоро должны пойти на такой шаг из-за непростой ситуации в сельском хозяйстве. В этом уверены в Алтайском союзе крестьянско-фермерских хозяйств. К третьей декаде сентября с полей региона убрано чуть больше половины урожая. Это первая проблема. Вторая – само качество зерна. Какие риски могут понести аграрии в этом сезоне? Расскажем далее. Дожди в посевную, сбитый период вегетации, дожди в уборочную. К концу сентября в Алтайском крае убрали чуть больше половины урожая. Сельхозпроизводители боятся, что очередной сезон дождей испортит то, что остается в полях и ждут помощи. В Краевом союзе крестьянско-фермерских хозяйств уверены, введение режима ЧАЭС – дело нескольких дней. В таком случае аграрии смогут рассчитывать, к примеру, на пролонгацию кредитов. Правда, реальной финансовой помощи не подразумевается. Возместить какую-то часть убытков смогут лишь 100 сельхозпроизводителей края. В этом году впервые введена такая норма получения субсидий различного характера для сельхозпредприятий. Обязательное было страхование от ЧАЭС. Те, которые застраховались, атаковых у нас чуть более 100 человек, те, конечно, получат еще и возмещение за счет страховой компании. В случае принятия решения о введении ЧАЭС, это будет уже основанием для выезда в поле и оценки ущерба и принятия решения компенсации. По словам экспертов, пострадали в нынешнем сезоне аграрии самых разных районов. Это видно по самому урожаю. Впервые в Центре оценки качества зерна края проводят бесплатно мониторинг качества всей пшеницы. Если качество озимой в среднем по региону за три года выросло вдвое, качество яровой этого года уже огорчает. С каждым днем качество у нас падает и падает, ввиду того, что, к сожалению, есть партии пшеницы, которые с проросшим зерном. Дожди неблаготворно повлияли на яровые сорта. И на сегодняшний день у нас статистика такова, что 62% нашей озимой и яровой пшеницы, все вместе, это всего лишь третий класс. То есть 62%. В прошлом году на эту дату было 75%. Из других культур уже показал себя лучше прошлого года горох. Его успешно экспортируют в Китай. Вообще вопрос быта сегодня звучит так же громко, как и завершение уборки. Из-за закрытого Казахстана наше сырье или продукт переработки уходит в Поднебесную Монголию, Беларусь. Но этого мало. Основная часть урожая будет невостребованной, уверены эксперты. Хотя к сбору каких-то культур только приступают. Горячиху в основном в нашем хозяйстве мы убираем так называемым раздельным комбинированием. Это когда сначала масса зерна валится в волок, в нем просыхает, и только потом с волка молотится. Это требует положительных температур и времени хорошей погоды. Которая, к сожалению, по прогнозам у нас уже через несколько дней опять начинается по две капельки, по две капельки. Собранный поздно и не самого лучшего качества урожай ляжет в хранилище, так как в крае недостаточно элеваторов. Почти в каждом районе появились построенные фермерами места складирования. Там они будут ждать хорошую цену, ведь сейчас тонна пшеницы 3-5 класса стоит 8-12 тысяч рублей. Алтайские аграрии, которых уже несколько лет испытывает природа, ждут комплексной поддержки от государства. А государство ждет от фермеров увеличение объемов производства сельхозпродукции. Но тогда встает резонный вопрос, где хранить этот урожай и куда его сбывать. Продолжим. У 70% жителей страны есть дефицит витаминов. Неутешительная, но реальная статистика от врачей. Сейчас в сезон простуд, как раз самое время витаминизироваться и уберечь себя от болезней в будущем. Ведь дефицит витаминов может приводить к таким диагнозам, как цинга, полинейропатия и не только. Тему продолжит Ирина Корчагина. Мультивитамины до 35 лет можно не пить, потому что организм у нас на гарантии находится лет 30-35. После 40 в любом случае нужно что-то пить. И это при условии, если человек ведет правильный образ жизни. Согласитесь, мало у кого это получается. По статистике, у 70% жителей страны есть дефицит витаминов. Восполнить дефицит раз и навсегда не получится. Организм постоянно нуждается в микроэлементах. Это у нас витамин D. Доза по рекомендациям 2000. Такая рабочая доза 5000 международных единиц в сутки. Но опять же, прежде чем давать витамин D, я всегда смотрю уровень витамина D в крови. Дальше омега-3. Мы не едим рыбу. Мы находимся в середине материка. Рыба к нам приходит уже замороженная. Далее магний. Всем нужен всегда, потому что магний мы расходуем очень-очень много. Мы живем в стрессе, в хроническом стрессе все бесконечно. Вот эти три базы. Йод еще нам нужен, но тут нужно уже анализ. Чтобы подойти к проблеме комплексно, врачи советуют начинать свой день с поливитаминов, которые содержат целый ряд микроэлементов. Также необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. А вот покупать свое или зарубежное, тут мнения специалистов разделяются. Но любой вариант будет лучше, чем совсем ничего. Когда говорят о том, что поливитамины противопоказаны, или они могут нанести какой-то вред, я хочу сказать о том, чтобы они появились в аптеках. Это, конечно, абсолютно точно исследования, которые проводятся, прежде чем они попадают на прилавок. Поэтому любой комплексный поливитаминный препарат – это абсолютно оправданный подход к лечению таких гиповитаминозов. Тем более в сезон простуд. Важно еще то, что дефицит витамина в перспективе может привести к серьезным болезням. Болезнь Бериберия, когда тиамина не хватало, всем известная ЦНГ – это нехватка витамина С. Таких, скажем, ярких проявлений мы не видим. Но я вам хочу сказать о том, что у пожилых пациентов мы видим нехватку витамина группы В. Витамины группы В – это так называемые полинеэропатии по типу перчаток и носок, снижение онемения. Витамины группы В – это хиелиты, так называемые заеды, когда возникают в уголках рта. Это абсолютно точно свидетельствует о нехватке витамина В. В любом случае, говорят врачи, витамины – это не панацея. Важно придерживаться базы. Восьмичасовой сон, сбалансированное питание, физическая нагрузка, хотя бы 10 тысяч шагов в день и никакого стресса, если это возможно. Когда ты используешь себя как гоночный автомобиль, то техосмотр у тебя должен быть как у гоночного, а не как у дедушки, когда он копейку раз в 10 лет перебрал ее и все. То есть от образа жизни тоже зависит. Если мы хотим брать от себя максимум, выполнять максимум, тело должно выдавать максимум, мозг должен выдавать какой-то, тогда мы должны, конечно, что-то делать. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Резонансной на этой неделе стала тема стихийного рынка, который 10 лет беспокоит жителей района Докучаева на улице Попова. Местные пытаются разогнать торговцев, которые, по словам жителей, не только мешают им спать, но и бросают отходы за домом, а также не стесняются справлять там нужду. Подробности многолетней истории выясняла наша съемочная группа. Мы живем на помойке, а теперь еще станция депо сортировочная. Причина – стихийный рынок под окнами. Жители дома по адресу Попова, 64 утверждают, что 10 лет бьются о закрытые двери. Сегодня возмущение и недовольство достигло своего пика. Так грузовыми контейнерами возят продукцию Докучаевского рынка. С пятницы по сегодняшний день мы, жители дома нашего, вышли на противостояние с торговцами. Ну, куда уже дело дошло до того, что скоро депо сортировочное будет у нас здесь, пригнали контейнер, и уже по счету он четвертый. Сил больше никаких терпеть мы не нашли. Последствия от пребывания торговцев – дискомфорт для жителей дома. Это вытоптанные газоны, это загубленные деревья, потому что полоски помои выливаются все сюда. Приходят нам во двор сюда и, извините, справляют нужду. И всем этим мы дышим, и все это мы видим. Мы живем, как на узбекском базаре, у нас летом там, вовсю торгуют, ночуют. В жаркие дни окна открыть невозможно на сторону рынка. В 4 часа утра солнце встает и начинается дележка мест, это ругань постоянная, там маты, перематы. И как будто вот это неудобство. Дети маленькие, приходится закрывать окна, чтобы не слушать маты. По 40 минут от ленты едут люди к нам, к дому, к подъездам, жители наши, потому что кругом пробки. Пославили шлагбаум всего лишь месяц. И сейчас матерят, нас крушат там с той стороны тоже пробки вдоль дома. Жители, говорят, обращались в разные инстанции. И в администрацию Ленинского района, и в правоохранительные ведомства. Причем неоднократно. Отписки все как под копирку идут. Самая глобальная для нас проблема – это, не побоюсь этого слова, рейдерский захват нашей придомовой территории. Судя по публичной кадастровой карте, рынок частично расположен на придомовой территории МКД. Этот факт нам подтвердили и представители администрации Ленинского района. Торговля по улице Попова малая, осуществляется несанкционированная. В том числе частично действительно расположена на придомовой территории дома номер 64 по улице Попова. С целью недопущения торговли на указанных участках администрации района в еженедельном режиме проводятся рейды. Всего с начала текущего года нами было составлено 64 протокола. Все лица были привлечены к административной ответственности. Владельцев транспортных средств и одного контейнера, расположившегося на рынке, уже выявили. Управляющая компания подала иск в суд. Остался еще один. По факту размещенного контейнера в настоящее время на придомовой территории, также нами совместно с сотрудниками отдела полиции, собственник контейнера данного выявлен, управляющая организация готовится к заявлению в суд об обязании собственника демонтировать данный контейнер. Да, рейды проводятся, нарушителей наказывают. Однако в корне проблема не решается, жалуются жильцы многоэтажки. Мы бьемся, мы стучим, мы ходим. Ну, иногда бывает, что руки опускаются, потому что мы безрезультатно ходим. Нас как будто бы не слышат. Дело в том, что администрация Ленинского района говорит, мы со своей стороны делаем все, что мы полномочны делать. Это штрафы, это рейды и все. Так эта территория выглядела 10 лет назад. Жители все же намерены сражаться за перенос рынка и восстановление зеленой зоны придомовой территории. Что касается районной администрации, то, как нам сообщили чиновники, в их силах в рамках действующего законодательства лишь продолжать проводить рейды и акции по сбору мусора. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. В Крае переходят на квартальную застройку частных домов, когда в едином стиле сдаются целые улицы или даже деревни. По итогам 2023 года объем квадратных метров индивидуального жилья, введенного в эксплуатацию, превысил аналогичный показатель по многоквартирным домам. Основной сегмент частных домов, которые строят в Алтайском крае, средний комфорт-класс от 80 до 120 квадратных метров. А все, что меньше по площади или больше, становится эксклюзивным предложением. Об этом говорят риэлторы региона. Мы пообщались с президентом Союза риэлторов Барнаула и Алтая Мариной Ракиной. По ее мнению, есть две причины, почему индивидуальное строительство вышло вперед в сравнении с многоквартирным. Первое – это стоимость квадратного метра в многоквартирном доме выше, чем сегодня на ИЖС. И второй фактор в том, что действительно хочется жить автономно, локально, имея свою территорию и дома выполняют теперь функцию и отдыха, и дачи, и свободного пространства. Поэтому некоторые семьи, даже имея квартиры в Барнауле, все равно покупают загородные дома, чтобы какую-то часть времени жизни проводить там. Современные деревни – это прям ближайшее будущее? Это не современные даже деревни, это город на земле. Потому что новые ЖК, которые сегодня строятся, они строятся уже со всей инфраструктурой. Туда закладываются и школы, и детские сады, и магазины, и медицинские. Сегодня Первомайский район поражает своими просторами и новыми идеями и по магазинам, и по фитнес-центрам. Поэтому я уверена, что мы увидим новый формат, формат загородного жилья, не деревенский, а городской. Мы живем с вами в аграрном регионе. И мало того, что в аграрном, мы живем с вами в регионе с большими площадями. Земли у нас есть, земли ИЖС у нас тем более есть. И государство сегодня тоже в этом направлении делает большую работу с точки зрения подготовки земель к индивидуальному жилищному строительству. Не так давно, в прошлом году был проведен аукцион Дом РФ, где, скажем так, в пригороде Барнаула был разыгран участок земли, предполагаемый на 400 домов, допустим. В этом году произошел старт продаж строительства на площадке ЖК Ботаника, где предполагается строительство 1200 домов. Напротив ЖК Ботаники сегодня тоже разрабатываются земли для будущего строительства. Я уверена, что жителям города Барнаула не стоит беспокоиться о том, где построить дом. У нас земли есть и их хватает. В городе Барнауле тоже есть такие локации, где сегодня идет, пусть не такое масштабное, но вполне себе емкое строительство и жилые дома, я уверена, что точно украсят жизнь наших жителей, в том числе в городе Барнауле. Спустя неделю мы после пожара побывали вновь в приюте для животных Бусинка. Здесь сейчас остро нуждаются в строительных материалах. При пожаре, который унес в жизни нескольких животных, сильно пострадала крыша и комнаты. Многие кошки до сих пор находятся в стрессе, как и руководители приюта, ведь забот теперь у них стало намного больше. Если бы у меня было чуть больше времени, я думаю, что я бы, скорее всего, успела вынести всех. И сейчас уже, конечно, каждый день прокручивая все это в голове, это невозможно без этого обойтись. И я каждый раз думаю, что, ну, наверное, надо было сделать чуть по-другому. В этом пожаре они потеряли 10 кошек. Ровно неделя с того момента, как в приюте Бусинка произошло возгорание. Многие животные до сих пор не могут прийти в себя, многие в копоте, но сейчас не до помывки. Многие кошки разбежались. Не могут прийти в себя и сотрудники приюта, которые до потери сознания выносили животных во время пожара. Я домой не уезжала еще ни разу, то есть я постоянно нахожусь здесь. Моих домашних животных кормят просто мои знакомые, мои друзья. В МЧС пока не дали полное заключение с причиной пожара, но сотрудники считают, что причина в печке. Сильно пострадали две комнаты, особенно эта – стены, потолок, все коммуникации, все сгорело. Также серьезно пострадала крыша здания. Думали, что это можно будет просто восстановить, что-то поделать, что-то сделать, но, к сожалению, крыша уничтожена полностью совсем, там ничего не восстановить. А эту крышу полтора года назад мы сделали полностью с нуля за большое количество денег. К нам на следующий день после пожара приезжала администрация, они посмотрели ущерб, посмотрели все, что произошло, сказали, что вот прямо в данный момент ничего обещать не могут, но если вдруг чем-то смогут помочь, то с нами свяжутся. Еще до пожара в приюте не всегда удавалось закрыть сбор на корм для животных. Здесь живут 700 кошек и больше 100 собак, а теперь еще и это трагедия. Своими силами бусинки не справятся. Это здание руководители приюта купили в кредит, который до сих пор выплачивают. Конечно, за неделю откликнулись многие неравнодушные люди, но ремонт и строительные материалы требуют огромных вложений. В приюте надеются, что по сильную помощь смогут оказать строительные магазины. В целом штукатурки цементные, клея для плитки высокой прочности, которая для большой плитки. Сама плитка, но, честно уточню, не любая, потому что для приюта совершенно немножко иные требования к плитке. Не просто потому, что нам так нравится, а потому что эпидемиологические условия у нас сильно другие. Они на уровне больницы, либо выше даже. Кстати, по словам руководителей приюта, многих эта история даже подтолкнула к тому, чтобы забрать четвероногого к себе домой. А тех же, кому не посчастливится найти своих хозяев, нужно позаботиться. Впереди зима, и в приюте делают все для того, чтобы животные встретили ее в тепле. Ирина Корчагина, День с толком. Совсем скоро стартует зимний туристический сезон, а мы на этой неделе выяснили, какие самые популярные направления у российских туристов были этим летом. Эксперты говорят, это Сочи и Абхазия. На втором месте Турция, даже несмотря на существенное повышение цен. Традиционно любимым регионом для отдыха сибиряков снова стал Алтай. Эксперты прогнозировали рост числа туристов и в Алтайском крае, и в Республике Алтай на 5% в сравнении с прошлым годом. Какие локации пользовались спросом, и что сейчас особенно важно для отдыхающих, в сюжете Анастасия Дороган. Отдых этим летом барнаульцы бронировали еще в январе-феврале. Это отличительная особенность года. Туризм в 2024-м потребовал серьезного подхода. Ранее покупка путевки экономила до четверти средств. За год стоимость отдыха в Сочи выросла на 17%. В Санкт-Петербурге на 25%, в Казани на 15%. И все же эти направления пользовались наибольшим спросом. «Фаворитом по спросу алтайских туристов является Сочи и Абхазия. Потому что прямой вылет из Барнаула, есть частота полетов, а также были выгодные туристические пакеты, семейные, куда уже входило перелет, проживание, питание, трансфер. Все это увеличило спрос». На втором месте у алтайских туристов оказалась Турция. Все включено выгоднее даже с повышением цен. Также жители края летали в Индию, Китай, Египет, Таиланд, Индонезию, Сингапур. Но значительная доля сибиряков предпочитала отдыхать в своем регионе – на Алтае. В алтайском крае спросом пользовались Белокуриха с ее курортами, Соленое озеро в Яровом и Завьялово. Но Соленое малиновое озеро уже который год в этот список не входит. Плохая транспортная доступность и нет досуга. По этой же причине, говорят специалисты, наши предгорные районы уступают горному Алтаю. «Все определяет и транспортная доступность, потому что качество дорог, оно очень важно. И инфраструктура. Люди, которые хотят уединения и отдохнуть на природе, они, конечно, выбирают эти локации. Но те точки, магниты, которые мы презентуем на выставках, которые знамениты не только среди жителей Алтайского края, но и среди жителей всего сибирского региона, к сожалению, они находятся вдоль Чуйского тракта». Еще одна особенность этого сезона – туристы уезжали в глубину Горного, Чулшманскую долину, Марсово поле, где дикая природа, но при этом комфортное проживание. В целом же, по оценке экспертов, в ближайшие годы внимание россиян будет направлено на внутренний туризм. Правда, сейчас спрос на отдых превышает реальные предложения, а требования к сервису сильно ограничивают выбор. Но уже через пять лет ситуация должна измениться, уверены эксперты, в том числе в соседней республике Алтай. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, «День с толком». Места для отдыха должны быть чистыми. В этом уверены волонтеры-экологи. Больше двух тонн мусора собрали с горы Белуха и экологических троп, ведущих к ней. Экоактивисты со всех уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Новосибирска, городов Алтайского края – пытались вернуть природе Алтай ее первозданный вид. О 10-дневной экологической акции смотрите в следующем сюжете. Туристы обжигают банки. Видите, банки до конца не обжигаются, потому что дров здесь не хватает для этого. Поэтому надо менять правила. Надо… Все, что ты принес, просто забираешь с собой. Такого девиза должен придерживаться каждый турист, считают эко-волонтеры движение «Мусорная лавина». Уже четвертый год подряд по завершению летнего сезона они проводят акцию по сбору мусора на горе Белуха – одной из главных достопримечательностей республики Алтай. Кстати, для местных жителей Белуха – священная гора. Территория природного парка Белуха составляет где-то около 131 тысяч гектаров. На территории парка, получается, у нас находятся четыре памятника природы. Это гора Белуха, Золотые горы. Получается памятник природы Акемского озера, памятник природы Кучелинского озера и водопад Текелю. Алтай и его красоты все больше и больше привлекают туристов. Их поток с каждым годом растет. Турк поток составляет в 2023 году около 2,6 миллионов посещений. В 2024 году по состоянию на 1 сентября 2024 года турк поток составил около 2 миллионов посещений. И под ведомственным данным также прогнозируется увеличение турк потока на конец года до 2,7 миллионов посещений. Акцию организовали волонтеры совместно с компанией «Эвалар», где сохранение экологии Алтая считают важной социальной миссией. За три года волонтерам удалось утилизировать больше 12 тонн мусора. Как здорово и хорошо, что такие компании, как «Эвалар», понимают, поддерживают. И я очень рад и надеюсь, это партнерство продлится долго. Вот так мы собираем силами, днями. Тут все мусор, чтобы чисто было. В этом году акция прошла с 17 по 25 августа. В ней приняли участие 14 добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Кемерово, Бийска, Барнаула и даже Узбекистана. Два дня мы идем наверх. Люди разной физической подготовки участвуют. Идем мы медленно, преодолевая себя, преодолевая препятствия, непогоду, дождь, снег, слякоть, слезы. Поднимаемся и здесь уже производим уборку. Выходим в радиальные выходы, в походы. Каждый выход составляет около 5-6 километров. И на себе стаскиваем этот мусор, все в одно место. Далее сортируем, взвешиваем и ждем вертолет. Вертолету Ми-8 пришлось сделать два рейса. Всего собрали 150 мешков мусора общим весом в 2 тонны. Гора стала чище. Чистая гора, чистая совесть. Юлия Щепина. День с толком. В Алтайском крае в среду торжественно открыли второй театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди». В его афише 13 постановок, которые привезли гости из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, других российских городов и даже из Казахстана. Последний раз фестиваль проводили 5 лет назад. Тогда гостей было в два раза меньше. На открытии побывал Данил Кузнецов. С представлением в стиле советского времени начался второй театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина прямо у театра драмы, который носит имя нашего знаменитого земляка. По всем канонам этого классика открытие было под березами. Стилистика 60-х выбрана неспроста. В эти годы Василий Макарович стал известен широкой публике как писатель и режиссер. Вот я как гражданин, как человек чувствую, что формат мероприятия полностью соответствует творчеству Шукшина, его нравственности, его правде, его человечности. Такая, знаете, ностальгия по этим чувствам. В честь 95-летия со дня рождения Шукшина фестиваль решили сделать поистине масштабным, не ограничиваясь только рамками театра. Например, в Барнауле и Сростках организуют две экскурсии. Также можно будет послушать пьесы, которые драматурги создали в рамках творческой лаборатории Шукшин «Миф и реальность». Мы проводили читки пьес, те, которые не вошли у нас в тройку. Одна читка будет в Гмилика, две у нас. То есть те зрители, которые не успели познакомиться с нашими пьесами, они послушают. Есть сюрпризы и для гостей, которые приехали на фестиваль из других городов. Для них сделали специальную выставку, которую даже открыли. В этом году на фестиваль приехало десяток театров из городов и населенных пунктов России. И даже из Казахстана. Для гостей мероприятия создали целые экспозиции, рассказывающие о главных достижениях той местности, откуда приехали театралы. Не забыли даже про поселок Мотыгино Красноярского края. Это поселок городского типа, населением в 5000 человек, где существует профессиональный театр. Это уникально в стране. Города представят 13 спектаклей, так или иначе связанных с творчеством Шукшина. Большинство из них, конечно, по мотивам его прозы. Притом изначально организаторы выбирали из 40 заявок. Во многих театрах России, это происходит совершенно самостоятельно, независимо, и никто никого не составляет, делают у себя постановки по Шукшину. Нам кажется, говорит это прежде всего о том, что Шукшин современен, и что сейчас происходит, и этому есть объективное подтверждение, определенный возврат интереса к его творчеству. Интерес к Шукшину заметен невооруженным взглядом, говорят эксперты. На первое представление в театр пришли сотни людей. Одним словом, в зале был аншлаг. Открыл фестиваль губернатор края Виктор Томенко. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля выступить достойно, показать по-настоящему свое творчество, свое искусство, поделиться со зрителями своим пониманием, своими взглядами и эмоциями. Первый спектакль программы «Детенок мой» представил Краевой театр драмы. В этой истории центральное место занимает, как ни странно, не Шукшин, а его мать. На судьбу вдовы выпали тяжелые годы – репрессий, голода и войны. На какие жертвы приходилось идти, чтобы вырастить гениального писателя и режиссера, было показано в постановке по мотивам пьесы минского драматурга Дмитрия Богославского. Но для поклонников творчества Шукшина добавим, что фестиваль только стартовал. И продлится он до 27 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Гмелика открылась выставка, которая рассказывает о том, как раньше барнаульцы измеряли время. Сложно поверить, но всего лишь чуть больше века назад далеко не все жители города могли позволить себе часы. Тему продолжит моя коллега Ирина Корчагина. Часы все еще идут, но время здесь как будто остановилось. 19-е и 20-е века. Все это собрано на новой выставке Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Часть экспонатов принадлежит музею, часть – музею мир времени. Также здесь часы из частной коллекции. Но эта выставка не столько о самих часах, а о том, какие у барнаульцев были отношения со временем на протяжении всей истории города. Начиная еще с Демидовских заводов почти 300 лет тому назад, не секрет, что долгое время, вплоть до 20-го века, часы были дорогим удовольствием. А большинство жителей, простых людей вынуждены были как-то отмерять время по-другому. Выставка как раз отвечает на вопрос, на что ориентировались люди, которые не были счастливыми обладателями часов. Даже в первой половине 20-го века, в деревнях особенно, еще были живы способы определения времени по солнцу и по звездам. Каждая хозяйка в своей избе знала, что если солнце падает и тени ложатся в одной части избы, то это время завтракать, в другой части избы обедать. Об остальных способах измерения времени жители города смогут узнать на самой выставке. И о них расскажут сами часы в игровом формате. Так что интересно будет и школьникам. Заглянуть в повседневную жизнь барнаульцев других эпох можно будет до 6 октября. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. У меня на этом все. Напоминаю, что об интересных и актуальных новостях вы можете сообщать по телефону нашей редакции 205 545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...